Пистолетные выстрелы, автоматные очереди и залпы ручных гранатометов. Так рубежно прошли занятия Центра специальной подготовки ВОВ Кулака сотрудниками местной полиции. Бойцы отрабатывали знания на специально оборудованном полигоне. Как проводится подготовка? Смотрите в материале. Сценарий учений. Группа бойцов попадает на автомобили в засаду. Им необходимо выйти из-под обстрела условного противника. Автоматный огонь из любой позиции, перебежка, вновь огонь, отступление. Прикрывали группу гранатометчики. Центр специальной подготовки ВОВ Кулака занимается обучением бойцов с 2015 года. Делают это на волонтерских началах. Нынешнюю подготовку полицейских оценили на 10 по 12-бальной шкале. Показываем что-то новое, делимся опытом. Потому что у них специфика своя. Мы даем дополнительно. Например, контрдиверсионная борьба. Как рассказал Виталий Резников, старший лейтенант батальона полиции особого назначения, их подразделение со специалистами из ВОВ Кулаки тесно сотрудничает с 2014 года. И ежегодно проводит с ними совместные тренировки. Работа в спецподразделении, она не имеет каких-то, знаете, конкретных ситуаций. Боец должен быть готов ко всему, учитывая то, что в нашем регионе ведутся боевые действия. Если по боевой подготовке у нашей полиции твердая десятка, то с парамедициной оказанием первой медицинской помощи в экстремальных условиях дела обстоят хуже. Очень низкий уровень знаний, очень низкий уровень навыков, потому что программы, которые только сейчас создаются для обучения, они еще не реализованы, и когда это произойдет, неизвестно. Поэтому львиная доля обучения лежит на плечах волонтеров, инструкторов, которые этим занимаются. Необходимо проводить такие занятия, потому что мы ведь хотим не только, чтобы сотрудники качественно работали и выполняли свои функциональные обязанности, но также знали и тактику боя, и тактику медицины. Новым методом боя полицейские будут обучаться неделю. За это время должны подтянуть и медицину.